Доброго всем дня! Продолжаем наши встречи в Ботаническом саду МГУ с нашим другом и уникальным мастером, заведующим дендрарием Григорием Александровичем Бойко. Здравствуйте, Григорий Александрович! Здравствуйте, Григорий Александрович! Очень много раз с вами повидались. Сегодня мы привезли новые пилы, японские, для садовых дел. Красивые. Ой, но самое-то интересное, что очень удачные пилы. Очень удачные. Ну вот я не знаю, как насчет вот этой пилы, что она садовая или нет. Ну, похожа на садовую. Ну, хорошая пила в любом хорошем саду пригодится. Да, это не так же, как и в столярном еле. Любая пила. Да, это точно. Так, это одна. Давайте их, наверное, на чербачок сложим. Дальше. Вот это наверняка, это точно садовая пила. Точно, это настоящая садовая. Давайте мы ее распакуем. Да, вот это красиво. Это изгиб лезвия. Прорези, которые позволяют выталкивать сружку. Точно. Садовая. Еще можно прикрутить сюда веревочку для удобства. Здорово. Не, а вот это, наверное, все-таки самое полезное, да? Ну, давайте посмотрим. На самом деле, вот именно эта классика садовых ножовок по форме, по зубу, да. Хорошо, что с фультрляром, это очень ценно. Следующие? Ага. Ну, это уже традиционные стали разборные пилы. Да, ну, это тоже классика. Это очень удобная пила для работ в кроне дерева. Ну, у нее одновременно еще и зуб более крупный. Да, скорее всего, производитель. Ну, попробуем сейчас. Попробуем, да. Попробуем. Так. Давайте. Следующие. Коробочка ее. Следующие. Ну, всем похожие на столярные пилы, но это однозначно. Угу. Да, это двуручные. Похожие они на столярные, но это явно. Потому что это не столярные, а именно садовые, из-за того, что у одной чуть поменьше зуб, у другой чуть покрупнее. Угу. Да. Красиво. Зуба у них одинаковые, отличаются по цвету ручки. Ручки съемные, то есть лезвие съемное, да? Да, лезвие можно легко при помощи небольших ударов разобрать и получится более компактное пилы. Для перевозки это хорошо. И точно так же легко ее собрать. Ну, только не за зуб, естественно. Угу. А вставляешь и все. Да, да, хорошо. Она готова к работе. Это удобно. Ладно. Все внешне мне нравится, но главное это... Главный критерий истины – это практика. Да, это точно. Как нас учили в детстве. Так, давайте попробуем. Как говорится, в полевых условиях. В полевых условиях. Пожалуй, тут два вида древесины есть. Давайте возьмем сперва полегче. То, чтобы полегче пилиться, посмотрим на производительность. Вот это туя западная. Обычное такое импортное дерево в наших посадках. Даже жалко его. Ну, что делать? Наука требует жертвы. Значит, самое главное, с чего мы начнем? Как вы считаете? Ну, давайте сначала вот эти, наверное, попробуем. С больших, да? Да, с больших. Давайте попробуем с ними. Давайте, я подержу его ствол. На себя. Да, да, да. На себя, как все японские пилы. Да, легко идет. Ну, у нее, наверное, и древесина не очень такая твердая, да? У нее легкая древесина, поэтому пилит легко, но все-таки чувствуется, что пила очень острая и производительная. На выходе замедляйте. Мне нравится. Ух ты! Отполосовало. Да, срез хороший. Она же у нас как хвойное же считается, да? Это хвойное дерево, да. Так, следующую пробуем. Попробуем следующую пробить. Да, чуть-чуть сюда подвинем. Да. Хорош. Так, вот так вот, нормально, да? У этой зуба покрупнее. Там, по-моему, она даже еще быстрее, да, идет? Да, похоже, более производительная. Да, ну, я сказал бы, они равноценны. Вот. Не, по спилу-то может быть. По качеству равноценны. Да, ну, вот это вот чуть-чуть, может быть, чуть-чуть почище. Может быть, чуть-чуть почище. Но производительность у этой немножко выше, хотя на самом деле обе пилят очень хорошо. Вот. Держите. Да. Ну, чего, следующую? Да, следующую. Хорошие пилы. Следующую давайте попробуем. Самая, что ни на есть, садовая. Самая настоящая. Давайте опять подвинем наше бревнышко. Зафиксировал. Ну, у нее ход, конечно, покороче немножко, но она не переназначена для пиления. Нет, хорошо, хорошо. А запах какой приятный пошел. Хорошо пилит. В ней тоже, наверное, содержатся эфирные масла. В то и, конечно, как в любом хвойном растении. Потому и запах такой. Приятный. Да. Просто приятный. Ну что, качество спил не хуже, чем у этих. Да. А вот скажу вам просто по своему опыту, что если работать в кроне, это намного безопаснее. То есть, когда наверху. Да, в кроне, когда вы висите в кроне дерево, где каждое движение рискованно, эта пила лучше. Производительность хуже. Полотно короче. Но, тем не менее, вот скажем, для таких высотных работ это гораздо лучше. И вот, все-таки, вот это очень удобная штука. Во-первых, прорезиненная ручка. Хорошо сидит в руке. Рельеф. Вы ее хорошо чувствуете. Вот все нарезки. Это да. И, конечно, вот это колечко, на которое можно отцепить веревочку. Закрепить на руке. И в случае каких-то обстоятельств, что вы можете ее отпустить, она вниз не упадет. Хорошо продуманное дело. Здесь, кстати, тоже такие есть. Но наверху вы будете работать только одной рукой. Одна рука страхует. Это да. Так что, конечно, прелесть. И вот, конечно, мне нравится чехол. И вот это очень удобно, потому что вот петля для пояса, пожалуйста, тоже. Вот он висит. Вытаскиваете и работаете. Поработали, вставили. Безопасно. Порезаться невозможно. Так что прелесть. Хорошо. Хороший пила. Давайте следующее. Вот это вот, которое якобы тоже садовое. Но я предполагаю, что она больше к столярной относится. Ну, наверное, такой промежуточный тип. Между столярной. Если нет таких, это тоже ведь... Давайте попробуем. Сейчас посмотрим остальные дела. Хорошо. Или достаточно быстро. Но уступает большим пилам очень заметно. Но зуб помельче. Зуб помельче, зато, наверное, качество с пила будет получше. Сейчас посмотрим. Да, чем зуб меньше, тем чище. Да, видите, вот и плюсы изогнутых лезвий. Это выскакивает из пропила чаще, чем это. А, вот из-за этого. Ну, это вообще практически чистый рез. Чистый рез. Вот. Ну, скажем так, для разных дел. От столярных до садовых. Ну, в общем, дачный вариант, будем говорить. Наверное, да. Хотя, смотри, какой вы дачник. Есть дачники в столярную сторону, есть в садовую. Можно считать ее универсальной, да. А я пока возьму еще одну пилу складную. А вот это, да. Это самый походный вариант. Походный вариант. Опять же, она очень хороша для работы в кроне. Или на стремянке. Во-первых, она складная. Опять же, есть дырочка для ремешка, который можно сюда прицепить. Ну, и сам, конечно, объем. Это же в карман можно положить без всяких проблем. Вот. Ну, и вот, хорошо фиксируется. Пробуем. Давайте. Попробуем. Пробуем на туи. Ну, вот их тут, конечно, поменьше совсем. Поменьше, поменьше. Так, давайте-ка я тоже зафиксирую. Это срота у всех этих пил хорошая. Даже по стружке видно. Стружка мелкая, аккуратная. Ну, как у всех японских пил, движение только на себя. От себя, действительно. Да. От себя вообще без напряга. Если работать так этими пилами, двумя руками, то тоже быстро. Производить. Если одной, немножко помедленнее. Но для высотных работ это только так. Ой, какой запах приятный. Никаких духов не нужно. Да, не надо резкого парфюма. Да. Ух ты. Вот для походных дел она очень хороша. Для походных дел, да. В рюкзачок, в сумочку, в кармашек. Ну, и на дачу не пригодится. Конечно. Очень. Хороша. Особенно для женских рук, а как раз ход небольшой нужен. Ну, у нас с вами еще один тест есть. Твердая древесина. Давайте проверим. Еще совсем твердая. Совсем твердая. Давайте попробуем. Давайте. Сейчас возьмем ергу. Вот это ерга. Это ерга. Она и потоньше, но все равно. Железное дерево. Вот древесина. Давайте я буду. Сейчас, сейчас. Давайте найдем положение. Так я зафиксирую. Ну что, в той же последовательности? Да, давайте. Давайте. Сперва большой пилкой с черной ручкой будем. У нее серьезно такая твердая древесина, что как железная? Да, очень твердая. Ну, скажем, можно сравнить, конечно, с яблоней, но покрепче. По тверже. Крепче яблоня? Да, да. Из-за того, что ее очень мелкая структура? Да. Прирост маленький, да, у нее? Да. Годичные кольца очень узкие. Отсюда и вот эта... Как говорится, мелкослойка такая. Да, мелкослойная, действительно. Ну, чего, берет. Берет лучше, чем европейские пилы. С европейским обычным трехугольным зубом, конечно, пилит очень быстро. Ну, вот они, мелкие слои, хорошо видны. Они меньше миллиметра. Так это сколько же она росла? Вот 15 лет. Да, скорее всего так. Веточка тонкая, но жила долго. Двигаем сюда еще, вот так. Зафиксируем и пошли. Нет, давайте я, наверное, ее приподниму. И вот так вот нажму. Давайте. Ну, прям все условия для работы. Ну, а как? Ух ты! Да, а? У нее зуб покрупнее, она по-другому пилит. Это быстрее. Из-за зуба. Да, для садовых дел. Чем крупнее зуб, тем лучше. Опа! Прям как ножом отрезали. Ну вот. Вот и твердая древесина. Ух ты, а чисто как. Чисто. Хорошая штука. Так. Давайте теперь вот эту. Классика. Классическую, да. Ну, я одной рукой буду. Давайте, давайте, да. Я держу. Так и хочется схватить. Ну, я понимаю, у него уход-то меньше. А мы сейчас интенсивностью возьмем. Все, 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 на выходе. Выход, выход. Так. Да, но тут грубо. Спил грубый. Да. Но для садовых дел это не самое главное. Ну, главное ветки обрезать. Это точно. Одной рукой пилить достаточно быстро. Даже вот эта твердая древесина. Да. Тоже акулка маленькая. Но хорошо пилит. Так, давайте теперь полустолярный вариант. Вот этот вариант. Вариант, да. Попробуем. Тоже буду одной рукой работать. Она одноручная. Ну, как говорится, мы с вами точим немного. Если эту древесину тащить, она более качественная, да, будет? Конечно. Она форму держит. Как все фруктовые наши. Да. Форму держит прекрасно. Ну что, красиво. И вы знаете, по-моему, мне показалось, она быстрее работает, чем классика. Ну, здесь, наверное, из-за того, что еще здесь более крупные. Я думаю так, что, вот смотрите, мы пилили мягкую древесину, они были одинаковые. И даже эта была удобнее, она реже выскакивала из пропила. Но на твердой древесине производительной оказалась вот эта пила. Да, это из-за зуба. Из-за зуба. Совершенно верно. Здесь более грубый. Грубый. Здесь более тонкий. И по плотной древесине это работает лучше. Это работает по мягкой. Да. Даже вот этот кусочек. Кусочек суровый, да. Он так по весу-то. Ну, давайте малышку. Я даже не предполагал. Вот само. Давайте. Ну, тут, наверное, можно двумя. Давайте. Вот, маленькие амплитуды не надо. Да. Интенсивнее и... Да. И до домиками движениями, да. Ух ты. Все. Все, как ножом. Шикарно. Смотрите. Ух ты. Ты уже как и вот этой мелкой. Мелкой. В общем, каждый со своим характером. Да, каждый. Вот такие дела. Профессионал должен иметь все. Чем больше, тем лучше. Для разных видов работ. Вот. Но каждый со своим характером. Я бы вот эту действительно рекомендовал бы для... быстрой работы с мягкой древесиной. Она очень хороша. Вот, скажем, суш. Сейчас мы пилим с вами сухую древесину. Ну, это вот эта, ирга была сухая. Да, ирга сухая. И поэтому этой будет работать легче, соответственно, и по зеленой древесине. Быстрая производительная, но грубая работа. Вот эта. То есть, это слово зеленая древесина. Ну да. Многие не знают, что такое зеленая древесина. Но мы-то с вами знаем. Ну да, мы-то знаем. А многие не знают. Ну что? Зеленая древесина – это сырая древесина. Я очень восхищен качеством этих пил. Может, не в тему, но хочу спросить. Лезвия запасные можно купить, да? Да, есть запасные лезвия. То есть, они же, как я уже показывал, они... Ну да, они съемные. Меняются. Поменял, разобрал. Хорошее дело. И вставил. Ну, здесь тоже, я вижу, на этой пиле тоже есть кнопочка для съема. Да, да. Это тоже можно поменять. Ну, собственно говоря, здесь тоже есть. Только здесь на винтах крепление тоже можно. Не, ну съемные – это в любом случае съемные. Они удобные. Да. Поэтому можно, конечно, набраться квалификации и самому задачивать эти пилы. А можно... Нет, Григорий Александрович, нет смысла. А можно купить лезвия. Нет смысла, да? Я объясню, почему нет смысла. Потому что это очень специфический нужен напильник. Японский. Опять же, японский. Наш не один напильник к ним подойдет. Ну, по секрету, скажу, у меня он есть. Он будет дороже, чем полотно. У меня он есть, но он очень дорогой, да. Это правильно. Вот, наверное, все, что хотел вам сказать. Спасибо вам, Григорий Александрович. Спасибо. 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 Спасибо.